Очередную капельницу жизненно необходимого препарата постоянная пациентка гематологического отделения Любовь Николаева получила в понедельник. На этом все, лекарство закончилось. Сведений о новых торгах и закупках нет. Ситуация начинает напоминать прошлогоднюю. Летом 2016-го весь регион узнал историю двух девушек с редким орфанным заболеванием – пароксизмальной ночной гемоглобинурией, проще говоря, ПНГ. Это тяжелое заболевание крови и костного мозга, при котором клетки буквально рассыпаются. Пациентов на протяжении всей жизни сопровождают сильные боли в почках и пояснице. Обе женщины через суд доказали свое право на лечение дорогостоящим препаратом Солирис. Месячная доза стоит около двух миллионов рублей. От этого и перебои с препаратом. Такая сумма для скудного бюджета дотационного региона просто огромна. Нельзя вот именно отменять препарат, потому что опять возвращается гемолиз, и он может быть сильнее, чем до этого мы жили, до лекарства. Гемолитический криз, так называемый. Я все понимаю, я понимаю департамент, у них денег нет, но мне-то жить-то как-то надо. Чем опасны наши заболевания? В любой момент, вот я сейчас с вами сижу разговариваю, вот через минуту, через две, через пять, у меня может оторваться тромб в голове, в животе. Это моментальная смерть. В департаменте здравоохранения подтверждают, лекарство действительно не закуплено. Медики предлагают свое решение проблемы – отправить пациенток на госпитализацию в клинику Мечникова в Санкт-Петербурге, чтобы уточнить дозировку препарата, а возможно скорректировать лечение. У ивановских врачей есть подозрение, что прием препарата дает осложнение. То есть действительно подтвердится, что риск приема препарата превышает его позитивный эффект. Тратить деньги областного бюджета на то, что пациенту не показано, это не целевое расходование средств, тем более, что это огромные деньги. На лечение только одной пациентки нам требуется порядка 25-27 миллионов рублей в год. На всех 100 в прошлом году, на одну из пациенток 27. В июле 2016 перерыв в приеме препарата для пациенток составил месяц и неделю. У обеих сильно ухудшилось самочувствие. Изменения заметили федеральные врачи, наблюдавшие пациенток. У Любови Николаевой положительная динамика сменилась отрицательной. Состояние костного мозга вернулось на уровень до лечения. Пациентка связывает это с перерывом. Ехать в Питер на дообследование нужным не считает и от госпитализации отказывается. Я лежала в октябре, я могу вам дать выписку именно с октября. И там, наоборот, ухудшение после того, что летом был большой перерыв. Наоборот, ухудшение. Сейчас нам опять получается, как первый год, опять с самого начала нарабатывать накопительное действие препарата. Не знаю, почему-то они хотят отправить. В департаменте здравоохранения уточнили, пока пациентки будут лежать в клинике Санкт-Петербурга, там им сделают необходимую инъекцию солириса за счет местных средств. Нефролог питерской клиники Алексей Добронравов эту информацию в телефонном разговоре опроверг. У нас получается сейчас перерыв, и нам предлагают как раз лечь в гематологию Петербурга, в Мечниково, в клинику. Именно для того, чтобы хотя бы одну капельницу нам дали вот именно там, чтобы хотя бы время выиграть здесь, пока купить. В этой ситуации, увы, несостыковок очень много. Пациентки уверяют, без препарата им не выжить. Отмена подразумевает смерть. Врачи же считают иначе. Данный препарат, согласно инструкции, вводится под наблюдением специалиста, и, конечно, побочные эффекты введения препарата могут быть. Пациентки долгое время находились без этого препарата. И одна из этих пациенток работала. И поэтому сказать, что введение этого препарата как-то кардинально изменило их жизнь, нельзя. Жизнь до солириса у обеих женщин, конечно, была, но проходила она в основном в больнице. Кровь переливали едва ли не через день. А жизни после препарата, если верить пациентам, может и не быть вовсе. В этом году на лекарственное обеспечение всех льготников из областной казны выделили 300 миллионов рублей. Под 104 арфаника создали отдельную графу объемом в 10 миллионов. Вполне ожидаемо, что их не хватило. И взять денег, уверяют чиновники, неоткуда. Вопрос жизни и смерти вновь остается открытым. Мария Смирнова, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ Иваново.